МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости телеканала Ника Плюс, в студии Марина Кабатюк. Здравствуйте. И вначале коротко о главных событиях к этому часу. Совсем не верю, что на протяжении год за годом какое-то предприятие работает в убыток. Глава республики примерил на себя роль Станиславского, почему Андрей Нелидов не поверил докладам чиновников об убытках в лесопромышленном комплексе. Вместо идейного комсомольца 10 обычных добровольцев, но все тот же скрежет совковой лопаты. В Карелии возрождаются стройотряды для студентов. Ньютермические ожоги и отравление у горных глаз. Пострадавшие с ожогами и полностью выгоревшие квартиры. Пожар после взрыва бытового газа. Несколько часов ликвидировали все дежурные пожарные расчеты Петрозаводска. И начинаем с чрезвычайного происшествия. Двое пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом. Две полностью выгоревшие квартиры. Сегодня в Петрозаводске на улице Мерецкого случился пожар, которому сразу присвоили повышенную категорию сложности. Предварительная причина – взрыв бытового газа. В тушении были задействованы все дежурные пожарные расчеты Петрозаводска. С места происшествия репортаж Светланы Воробьевой. Тревожный звонок поступил на пульт оперативного дежурного пожарной охраны примерно в 11.45. И незамедлительно пожарные расчеты выехали по адресу Мерецкого, 14. Когда пожарные прибыли на место, на четвертом этаже дома из окон вовсю полыхало. А перед этим прогремел взрыв чудовищной силы. От него содрогнулись даже жители близ лежащих кварталов. Ой, какой взрыв. Я думала, бомба. К окну подхожу, хорошо не подошло. А такое пламя, ищем мимо. Ну, думаю, все, пропала я. Маленький коридор, сюда кухня. Затем большая комната, и она проходная, две маленькие комнаты. Несущие стены не пострадали. Пожару сразу присвоили повышенную категорию сложности. На его тушение выехали все пожарные Петрозаводска. Людей оперативно спасали с помощью пожарных лестниц и выводили из подъездов. Однако без пострадавших все же не обошлось. Одну женщину с ожогами отправили в республиканскую больницу. У него термические ожоги и отравление угарным газом. Сильно? Ну, средней тяжести было, так скажем. Создало двое человек. Женщина была доставлена в больницу с Органской с ожогами. Первой-второй степени. И мужчина, но он от госпитализации отказался. Прибывшие на место пожара оперативные службы отключили дом от газа и электроснабжения. Предварительная версия случившегося взрыв бытового газа. Все произошло в трехкомнатной квартире на четвертом этаже. К счастью, хозяев в это время на месте не было. Но квартира их выгорела полностью. Пострадали и другие. Прямо на месте составляются и уточняются списки нуждающихся в помощи. Ну, сегодня получается семь квартир. Это те, которые пролиты квартирой водой и которые там пострадали. Сколько людей, пока еще мы не знаем. Сейчас вот как раз идет опрос жителей. Составляют списки, кто нуждается. А дальше будем ремонтировать квартиры. Решения такие уже мы принимаем сейчас. Задействуем. К великому сожалению, практически не осталось средств в резервном фоне города. Но тем не менее, я думаю, что мы решим этот вопрос со строителем. Сейчас работу начнем выполнять, а расплатимся, наверное, позже. Полностью ликвидировать пожар удалось уже к часу дня. Затем внутридомовые сети проверили сотрудники Горгаза. После чего нетронутую пожаром часть дома вновь подключили к газоснабжению. Почему возник пожар? Кто в нем виноват и каков ущерб? Это сейчас расследует специальная комиссия. Лесопромышленный комплекс Карелии работает с убытками. Из всех крупных горнопромышленных предприятий налог на прибыль в казну республики приносит только карельский окатыш. Остальные в лучшем случае срабатывают в ноль. Доложили главе на заседании правительства его подчиненные. Андрю Нелидову невольно пришлось примерить на себя роль Станиславского. Практически все совещание глава повторял. Не верю. Я совсем не верю, что на протяжении год за годом какое-то предприятие работает в убыток. То есть откуда-то берет деньги из дома, приносит на работу, вкладывает и продолжает жить. Мотивирует это тем, что люди должны приходить на работу. Поэтому я ношу из дома и вкладываю. Но не верю. Андрей Нелидов сам долго работал в лесной отрасли, поэтому знает, как предприниматели, чтобы уйти от налогового времени, показывают в отчетах нулевую прибыль. Для этого просто надо найти перекупщика. Перекупщик покупает не по 40-60, а по 30. Предприятие показывает отрицательную рентабельность. Дальше перекупщик продает по 60 и через месяц исчезает. Нет такого больше перекупщика, потому что он тоже налогов не заплатил. Эта схема применяется. Наверное, у вас есть какие-то механизмы борьбы с такого рода перекупщиками, которые... Либо там образовывается налог, тогда там будет налог на прибыль. Где тогда это от перекупщиков, от этих налоги? Не доверяет докладам чиновников Андрей Нелидов и еще по одной причине. Несущие убытки предприниматели не отказываются от договоров аренды леса. И вряд ли это от того, что бизнесмены очень хотят сохранить рабочие места для жителей республики. Поэтому глава Карелии потребовал, чтобы налоговая служба вместе с профильными министерствами разобралась в реальном экономическом положении лесной отрасли Карелии. Переговоры планируют провести и с бизнесменами-горнопромышленниками. Из всех крупных предприятий, работающих на нашей территории, только карельский окатыш отчисляет налог на прибыль. Остальные платят основные налоги за пределами республики. В пример Андрей Нелидов привел на Двойский алюминиевый завод. Его руководство уже не первый год требует для себя льготные тарифы, не давая при этом никакой прибыли. Если же польза от такого комбината только то, что там работают наши люди, которые около тысячи человек, да, наверное? 800. 800, да. Которые получают заработную плату, то мы должны понимать, что мы аборигены, которые за еду предоставляем очень сильным людям с Каймановых островов стать богатыми. Но мы должны это понимать, что мы за еду уже работаем. Чтобы не уподобляться тузенцам, продающим недра за бусы и конфеты, глава Карелии дал распоряжение в ближайшее время начать переговоры с владельцами предприятий, находящихся на территории Карелии. Работать в дальнейшем Андрей Нелидов готов только с теми бизнесменами, которые приносят реальные деньги в казну республики. Похвастаться сверхприбылью не могут и сельхозпредприятия Карелии. Чтобы минимизировать расходы, здесь вспомнили старый советский опыт – стройотряды. Правда, пока в качестве эксперимента. Единственный стройотряд в республике сейчас трудится в Кандапожском районе. В нем всего 10 добровольцев. Задор у студентов не такой, как в советские времена. Но это пока, уверены подрядчики. Когда систему отладят, дело пойдет. Ифимов Чинников наблюдал за настроением студентов. В деревне Березовка вместе с опытными рабочими трудятся и студенты. Они строят здесь свиноферму на 12 тысяч поросят. Окончание работ молодежь дождется. Едва ли контракт всего 2-3 недели. Но зато чему-нибудь да научатся, уверены мастера. На стройплощадке не слышно задорных песен. Перед началом рабочего дня нет построения. Единственное, что связывает сегодняшние стройотряды с теми, что были лет 40 назад – это тяжелая работа. Грохот отбойных молотков и дрелей. А по бетонному полу, как раньше, скребет совковая лопата. Только уже не идейного комсомольца, а обычного выпускника техникума – Федора Кузнецова. Впечатления какие? Что-то получается, что-то нет. Среди участников отряда далеко не все будущие строители. Кто-то просто решил подзаработать. Но бригадир Алексей Липатов в каждом видит талант. Сам не раз практиковался на стройплощадках. Ни одно знание лишним не оказалось. Опыт можно получить только на площадке. Теория, все, что дают, это все отличается от того, что на самом деле в жизни. К работе студентов готовили. Техника безопасности – оказание первой помощи. Но наставник всегда рядом. Это и безопасность, и экономия. Пусть сначала семь раз отмерят, потом отрежут. Стараемся помогать, подсказывать. Ну и чтобы своя голова думала. Подрядчики пока сами не поняли, будет ли от помощи студентов польза. Посмотрят по качеству работ в конце смены. Но определенно в этом что-то приятное и даже гордое есть. Когда практиканта навязали. Я думаю, что если это будет уже в масштабе, и то, что каждое учебное заведение будет уже, скажем так, принудительно отправлять на какие-то работы, куда-то не обязательно, это Петрозаводск, Кондобог, а может быть и по России. Это будет очень большой плюс. Бывает так, что ребята приходят на практику, работают, нравится работа, и потом после учебы приходят, и мы берем на работу. Они работают здесь почти три недели. Каждый день домой на автобусе. Особых условий нет. Сроки подходят. Студентам обещали заплатить по 10 тысяч рублей. План они, правда, не выполнили, поэтому, скорее всего, получат меньше. Но их отряд первопроходец 21 века. Слухи о нем уже поползли по республике. Ну и стройотряды, скорее всего, свой объект доведут до конца. В отличие от строительной компании, жилье 21 века. Почти до банкротства строительный фонд довел его председатель. Как удалось установить следственным органам, два года он брал из кассы фирмы деньги и тратил их на собственные нужды. По версии следствия, за два года, пока строительной фирмой управлял Юрий Нежиков, из кассы фирмы исчезли почти 12 миллионов рублей. Зато у самого председателя правления фонда жилье 21 века за это время появилась шикарная квартира и две дорогие машины. Записана недвижимость предусмотрительно на других лиц. Когда компания оказалась на грани банкротства, в дело вмешалась прокуратура. В настоящий момент Юрий Нежиков отстранен от управления фирмой. Бывшему председателю правления грозит наказание до 10 лет лишения свободы. В случае направления уголовного дела в суд грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Также может быть назначено еще дополнительное наказание в виде ограничения свободы. В случае добровольного возмещения причиненного ущерба, признания своей вины, на стадии предварительного следствия может быть заявлено ходатайство об рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке судопроизводства. Таким образом, существенно может быть снижен размер максимально возможного наказания. Кроме того, данное наказание не обязательно может стать для него реальным. Он может получить и условное наказание. Ремонт школы и школьный бюджет. Как уравнять неравное? Узнайте после рекламы. А теперь на бал! Пеналы и портфели. Одежда и обувь. Сигма классный магазин. В школе мы готовы с ним. Лесной проспект 47. От чего возникает головная боль? Смещение, нестабильность позвонков, остеохондроз, атеросклероз приводят к сжатию артерий. Решение ваших проблем в костной клинике. Улица Лизы Чайкиной, 5. Телефон 76-53-76. Надежность, тепло, спокойствие, уют. СП «Окна». При заказе окна установка подоконника в подарок. Магазин «Всё для дома». Пластиковые окна и стальные двери, натяжные потолки и корпусная мебель, газовые плиты и газовые колонки. Вы можете оформить подключение через Горгаз прямо на месте. Магазин «Всё для дома». Это я удачно зашёл. Современный малоэтажный жилой комплекс «Снегири» на улице Университетской. Изолированная зелёная территория с продуманной инфраструктурой. Мы предусмотрели всё, чтобы обеспечить доступный европейский комфорт для вас и вашей семьи. «Строинвест КСМ». Будущее строится сейчас. Хотите квартиру в новом доме? Пожалуйста. Так просто! С СФК «ТА». Внимание у деловых людей. Новые интересные приложения от строительно-финансовой компании. Подробности в нашем уютном офисе. Новая жизнь в новой квартире от строительно-финансовой компании. А теперь на бал! Золотой Овен. Вы смотрите новости и мы продолжаем. Ровно две недели, оставшиеся до начала нового учебного года, во всех петрозаводских школах пройдут примерно одинаково. Там заканчивается ремонт. Красят, клеят, ставят новую мебель. Стоимость ремонта зависит не только от школьного бюджета, но и от щедрости спонсоров. В 33-й школе, что на ключевой в этом году повезло, среди друзей школы оказался завод современных строительных технологий «Век стеклов». Школа не самая новая, да, 65 лет? Не самая богатая? Нет, конечно, нет. Мы пытаемся находить помощников, которые нам помогают в обустройстве школы. Если готовиться к учебному году без помощников, то денег хватит только на то, чтобы покрасить подоконники. Благо, школе удалось получить некоторые средства по нацпроекту образования, оборудовали компьютерный класс для уроков информатики. Кабинет биологии тоже отремонтировали, но уже как смогли. По крайней мере, мы поменяли здесь стены и мебель, это уже хорошо. Мы повесили жалюзи, они тюльки, как в 60-м годах, это же тоже хорошо. Три новых окна, которые 33-й школе бесплатно поставил завод «Век стеклов», кажутся здесь как будто из другой жизни. В школе 65, а сколько времени здесь не меняли окна, сказать трудно, но никак не меньше нескольких десятков лет. Проверить качество выполненной работы приехал сам директор. Один день приезжали на замерку и два дня оставили, вот в четверг и в пятницу. В пятницу уже все было готово. Наш завод на протяжении всего времени его существования, всех пяти лет, постоянно участвует в таких социальных программах. Это и школы, и детские сады, и детские дома, различные организации детского досуга. Любое образовательное учреждение будет рада таким помощникам, особенно таким знаменитым и отличающимся высоким качеством работы, как компания «Век стеклов». В 33-й школе еще 200 окон, которые требуют замены. А ведь во многих регионах страны успешно действует программа «Школьное окно», когда образовательные учреждения обзаводятся новыми современными окнами на деньги федерального и местного бюджетов. Наша республика в этой программе пока не участвует. А жаль, «Век стеклов» готов работать по программе «Школьное окно». Первые позитивные шаги вновь пришедшего губернатора налицо. Прошла информация, что нынешний глава встретился с представителями «Газпрома» и те выразили готовность выделить 800 миллионов рублей на газификацию республики в 2011 году. Это очень солидные деньги, и такие инвестиции в республику будут хорошим стартом нынешнего главы. Конечно, деньги всегда даются с условиями и оговорками. В данном случае «Газпром» просит в году 2010 найти 150 миллионов рублей на газификацию республики, а именно при «Онежье». Сумма достаточно большая и сложная для нынешнего кризисного бюджета. Но есть ведь и другие источники финансирования. По крайней мере, есть солидная мотивация найти 150 миллионов, чтобы получить 800. Это и хороший вызов для первого менеджера республики Андрея Нелидова на проверку своих возможностей. Читайте в свежем номере газеты «Петрозаводск». Около футбольной страсти. Толпу петрозаводских болельщиков избили на матче. Почему городские кладбища загородили шлагбаумами? Законен ли запрет на проезд? Управлять Карелии будут по-новому. Губернатор Андрей Нелидов меняет структуру правительства. Кто стучится в дверь ко мне? Или как будет проходить перепись населения? Всё это и многое другое вы найдёте в газете «Петрозаводск». В Шансе продолжается летнее безумие. Например, ноутбука с 3 гигами оперативки по безумно низкой цене. 26 990. Шанс. Цены сходят с ума. Есть дом, но нет канализации? Простое решение. Автономная система очистки источных вод для загородного дома, турбазы или промышленного предприятия. Доставка. Установка. Обслуживание. Представительство СБМ-групп. Петрозаводский. Телефон 28 38 91. Батя знает, как работать. И умеет отдохнуть. Если собрались на дачу, к бате надо завернуть. Инструменты здесь такие, что косить, пакать, пилить будут сами, без запарки. Стоит только их купить. И удачные подарки к ним в преддачу получить. Страховая медицинская компания. Ресомед. Контроль в сфере бесплатной медицины и защита ваших прав. Наши отделения открыты во всех районах Карелии. Отель Карелия. Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис центры. Бар и ресторан. Отель Карелия. Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Холод или зной. Ветер и пыль. Дождь и шум улицы останутся по ту сторону. Если в вашей квартире окна от компании Век Стеклов. Чудесный источник, который наполнит силами и подарит истинную чистоту. Карелия Аква. Новая питьевая вода. Клиника Людмилы Власовой. 15 лет на рынке косметологии. Теперь и в Петрозаводске. ЛПГ. Уникальная технология лечения жировых отложений. Лифт-массаж. Мощный лифтинг кожи лица, шеи и декольте. Косметологическая клиника Людмилы Власовой. Начни укращать природу с травокосилкой Хускварна 128Р. Подробности на сайте husqvarna.ru В магазине Позитроника ты купишь ноутбук с Wi-Fi, Bluetooth и веб-камерой всего за 10 590. Круто! Позитроника. Коголевский центр. Позитроника. Кутер.